Прилагаю, двоеточие. Сегодня Эльдар Сабиров один из первых, кто подал заявление на выдачу опознавательного знака инвалид нового образца. Мужчина часто перевозит 4-летнего сына с ограниченными возможностями на автомобиле. Подобный же знак дает ему право приоритета на парковках. Например, можно бесплатно оставить машину на платных муниципальных местах. Раньше я просто купил ее в магазине и наклеил. А через госуслуги внес в парковочные места свой автомобиль и мог спокойно перевозить и парковаться своего ребенка инвалидом в любом месте положенным, понятным делом, со знаком инвалид. С этого дня из свободной продажи спецзнак должен исчезнуть, поскольку он теперь будет именным. Да и в реестр парковочных разрешений данные будут передаваться с бюро медико-социальных экспертиз автоматически, как и в федеральный реестр инвалидов. Если ранее опознавательный знак выглядел как наклейка, то теперь это целый документ, в котором содержится подробная информация о человеке с ограниченными физическими возможностями. До этого дня правом на размещение такого знака обладали лишь те, у кого есть первая или вторая группа инвалидности. Теперь же люди из третьей группы. По статистике в Казани зарегистрировано более 4000 машин, у которых есть спецзнаки. Помимо них пользовались приоритетами недобросовестные автомобилисты. Зачастую они размещали наклейки на транспорте, чтобы поближе припарковаться у входа торговых центров. В результате реальные льготники оставались без свободных мест. И наш герой сюжета Ильдар не исключение. Была проблема, что я не мог поставить на место для инвалидов, потому что там стояли якобы инвалиды, но на самом деле такими не являлись. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5000 рублей. Новый знак Ильдар получит в течение месяца. В случае утраты или порчи можно будет получить дубликат по заявлению. Срок действия данного знака является сроком действия справки о признании лица инвалидов. Все, кто является инвалидом, знают, что в справочках у нас указано, до какого числа действует справочка. Вот до этого же времени действует и знак. Если группа или категория группа бессрочно определена, категория ребенка-инвалидов 18 лет определена, на это время действует знак. Несмотря на новый порядок получения знака нового образца, требования к его эксплуатации остаются прежними. Если сотрудник ГИБДД потребует документ, подтверждающий факты инвалидности, его нужно будет предъявить. Одного знака будет недостаточно. Эльмир Гляхметова, Максим Малов, Телеканал Эфир.